Недавно в Москве проходила выставка World Food называется. Их там масса всевозможных про еду, про поставщиков и так далее. Бродил по выставке и познакомился с крутыми ребятами из торгового представительства Перу, который находится здесь, в Москве. Ну, разговаривались, бла-бла-бла, они говорят, ну как там во всем мире тренд на перуанскую кухню. Я вспомнил, значит, Нобу Мацухиса, известного очень шеф-повара японца, который является основателем, ну, скажем, не основателем, а апологетом и человеком, который продвигает направление фьюжен в кухне. Я пока буду делать и заодно рассказывать. Сейчас я мясо от голени отварное освобожу и дальше расскажу, что я буду делать. Так вот, Нобу Мацухиса является апологетом направления фьюжен в кухне. Так вот, его основной идеей было соединить японскую и перуанскую кухню. Соответственно, если кто-то не в курсе, то есть такая, как бы это правильно назвать-то. В Москве, кстати, тоже есть ресторан перуанской кухни Чичи Ольга Суздалкина. Мы с ней знакомы, она является шеф-поваром. И, соответственно, что я могу сказать? Перуанская кухня такая рвет тренды. Есть номинация 50 Best по версии San Pilegrino 50 лучших ресторанов мира. Но у них версии есть и 100 лучших ресторанов мира. Ну, короче, перуанские рестораны, там парочка их в Лиме самой, и они занимают, ну, вернее, входят в десятку. Я к чему все это веду? Перуанская кухня модная, ЗОЖ тема модная. Сегодня перуанское блюдо, которое называется Ахи Дегалина. Ну, пишется оно как Дегалина, читается как Дегаина. Испанцы проглатывают вот эти двойные Л. Но рецепт мы, когда болтали с ребятами, я говорю, мне было бы интересно на канале снять что-нибудь перуанское. Я говорю, но зрители меня спросят, типа, чувак, а где взять продукт, который, наше традиционное выражение, перо из жопы совы. Они мне говорят, слушай, ну, у нас есть магазин, вот наши друзья, которые продают перуанскую всякую снеть, всякие штуки, ништячки, ЗОЖные. Значит, там несколько видов и киноа и всего прочего. Магазин называется продукты 22 века. У меня вот пару пачек стоит. Это те ингредиенты, которые я сегодня буду использовать в этом блюде. Значит, вкратце расскажу, что за блюдо. Самое главное, что вы должны знать про это блюдо, я его рассказываю вам, девушки, для того, чтобы вы готовили для своих мужчин. Потому что сюда я буду добавлять такой суперфуд, который называется вот мако перуанское. Это порошок одноименного корня, который уже более трех тысяч лет используется перуанцами. Для чего? Правильно, для мужского здоровья. Поэтому, добавляя всевозможные ништячки в рацион, мы получаем что? Правильное питание и правильное, как бы это сказать, отношение мужчин к женщинам. Так, у меня здесь варится черное киноа. Я заранее сварил рис. Киноа крупа не редкость. Она продается во многих сетях. Речь о том, что она есть практически во всех ресторанах, как гарнир. Значит, в моем случае это черная киноа. Она такая же, как и белая, как и красная, только отдельного цвета. Вы видите в магазинах, значит, пачки, и там белая, черная и красная. Я всегда так размышляю, думаю, кто же, интересно, отбирал черную? Это же какая золушка должна быть, чтобы по три крупинки туда-сюда? Переложить. Так вот, варится она точно так же. Везде на пачках написано 15-20 минут. Я всегда говорю, варите киноа 10. Варите киноа 10, почему? Потому что она получается не каша, зерно плотное. Если вы ее используете в салатах еще где-то, то получаете кайфушку. Она хрустит. Очень такое нежное, хрустящее, текстурное вещество, получаете, в салате или в супе или еще где-то. Поэтому я взял киноа и проварил 10 минут. Значит, чтобы сварить правильно киноа, нужно знать две вещи. Первая вещь. Промойте хорошенечко киноа перед варкой, чтобы оно не горчило. Если вдруг вы запарились и забыли, значит, после варки вы должны сделать то же самое. Промыть хорошенько киноа в воде для того, чтобы оно не горчило. Я засыпал киноа, отварил и промыл после, а не до. И я буду его совмещать, знаете, с чем? С рисом. Потому что рис сам по себе, как гарнир, скучный. А если его смешать с черной киноа, то получится очень красивая такая гарнирная история. И самое главное киноа это суперфуд. Потому что из всех круп самое большое количество микроэлементов и полезных веществ и отсутствие глютена. Это где? Это в киноа. Так, недолго думая, нужно небольшое количество сливочного и растительного масла в тарелочку. И сразу же я сюда отправляю лук. К луку я отправляю миндаль. Небольшое количество. И сюда же я отправляю, пока ничего не отправляю. Я пока что перемешиваю лук. И начинаю жарить вместе с миндалем. Небольшое количество соли, обязательно. Пару зубчиков чеснока. И, конечно же, остринку какую-нибудь. У меня есть соль острая. Каролина Риппер, названная в честь одноименного перца. Ядреного вообще прям просто невероятно. Я обычно, когда хочется острых ощущений, или, знаете, я как человек, который любит и есть остренькое, бывает, вот где-то путешествуешь, остроты не хватает, и такое ощущение в организме, как будто что-то не доел. Пару солинок, вот таких, кристаллики маленькие, вот пару таких кристалликов отправляешь себе на язык, и все ароматы и вкусы жизни сразу получаешь. Так, лучок немножко спастерован. Я сюда добавляю чеснок, прям зубчиками, и желтый перец. В моем случае, конечно, такой ингредиент, как ярко-желтый перец Ахи, его еще нужно поискать. Я предлагаю его заменить обычным желтым болгарским, из которого получается шикарнейший соус. А остроту, которую имеет этот перец, заменить вот как раз, ну, чем-то, да, любым, там, чили и так далее в наших реалиях. Но рецепт, сразу скажу, великолепный. Сюда по рецепту должно идти, знаете, что? Сгущенное, концентрированное молоко без сахара, которое имеет не такой яркий сливочный вкус, вернее, десертный, да, сгущенное молоко с сахаром, а которое просто. Но у меня в магазине его не оказалось, поэтому я его буду заменять сливками. Значит, пока обжаривается у нас перец, лук. С этим связано. Все еще нужно будет пробить для получения соуса. Значит, у меня здесь есть уже отваренный рис. Я отварил рис, ну, просто обычный рис. Но, помимо всего прочего, у меня еще есть вода с шафраном, настойная. Я сюда выливаю воду с шафраном. О, шафран аж такой выкрасился. Нужно промыть ни одной капли, чтобы у нас шафрановой драгоценной жидкости. Шафран этот настоящий. В рис. Значит, соль, шафран, обязательно небольшое количество сливочного масла. Ставлю на плиту, прогреваю. Лишь для того, чтобы шафран чуть больше разошелся, чтобы вот эта вот вода начала испаряться, нагреваться, и рис стал более желтым. Значит, сюда я добавляю небольшое количество сливочного сыра. Ну, то бишь, столовую ложку. И заливаю все сливками. Оп. Так, прогреваем все наши ингредиенты вместе со сливками. Шикарный аромат шафрана. Видите, рис становится, вот ему мешаешь, когда шафран гоняешь туда-сюда. Рис желтеет. Красиво получается. Так, пусть он дальше продолжает. Значит, я же пробиваю весь наш соус. Значит, соус нужно пробить в единое состояние, и он должен быть желтого цвета. В этом смысл, потому что ахиды-галина, рецепт вот этого, вот этот перец играет здесь важнейшую роль. Он ярко-желтого цвета, и это блюдо становится желтым из-за него. Понятно, что у нас нету оригинал перца, но мы постараемся вытянуть цвет за счет нашего родного болгарского. Хоть может быть и импортного, не знаю. Сюда, конечно, по идее и по каким-то адекватным вещам в сам соус должен идти пармезан. Я не знаю, каким образом это относится к перуанской кухне. Большинство рецептов именно с этим посылом пишут, что типа пармезан, пармезан. Я не буду добавлять все никакой пармезан, там ложки сливочного сыра и так достаточно. Быстренько пробиваем. Ну а что, соус получается в принципе себе даже жидким, ой, жидким говорю, желтым и жидким. Сейчас только миндаль пробьем, чтобы вкус был сливочно-ореховый. Когда соус стал более-менее однородный, пора прекращать вот такой соус. Так, теперь вот что. Включаем сковородку на небольшой огонь и отправляем туда курицу. Ищем куркуму. Так, находим куркуму и сыпем небольшое количество сюда, для того, чтобы наш соус стал еще желтее. Почему ножи-то у меня все время выскакивают. Все, пол чайной ложки желтого яркого порошка и обязательно соль. Потому что сам соус недостаточно соленый. Не забываем, что я обещал остренького. Острота должна быть обязательно. Обязательно вообще. Все, сделал побольше. Ну, Южная Америка все-таки. Обжаривать курицу не надо. Нужно всего лишь разогреть. И вот теперь заливаем отварное куриное мясо желтым соусом. Это такое получилось перуанское сациви. Орехи, жидкий соус, пряности, маленький огонек. Небольшое количество куриного бульона, для того, чтобы посочнее немножко все это было. У меня аж курица варилась, бульон-то. Вот, теперь все перемешиваем. Нужно, чтобы все было однородное. Такое масса такая сливочная, вкусная, ореховая, миндальная, куриная с куркумой, желтым перцем. Чесночок. Люблю добавлять. Мне нравится, когда гарнир, тем более крупы, немножко влажный. Рис должен быть, ну, хоть не кремовый, но, знаете, такой вот влажный должен быть. Это же все-таки гарнир. Несмотря на то, что курица у нас с соусом, это ни в коем случае не должно быть чем-то сухим. Сюда высыпаю кинуа. Смотрите, какая красивая кинуа черная. Белое колечко вокруг каждого зернышка. И все вместе, когда перемешиваешь, получается вообще удивительная крупа. Такой рис, черные капельки выделяют белые рисинки. Выглядит шикарно. Я, кстати, давненько практикую, но на канале мало этого. Но вообще, в кафе, когда делаю меню, я активно использую две, бывает три даже крупы вместе. Так что попробуйте. Рис мягкий, кинуа слегка хрустящая. Будет у вас неожиданная текстура. Можете даже, знаете, как сделать, завязать кому-нибудь глаза, сказать, вот отгадай, что ты ешь. Реально, человек будет в таком замешательстве. Мы привыкли всегда есть одинокую крупу в виде каши. Гарнир готов, но это еще не все. Значит, соус-то у меня тоже готов. То есть, сама, так сказать, основная часть. А вот главная у нас составляющая, которая привносит в наше блюдо достаточное количество микроэлементов и всего прочего. вот как раз желтая мака перуанская в виде порошка, который можно использовать хоть куда. Но нужно учесть один важный элемент. Она теряет свои свойства, если вы начинаете варить. Поэтому, когда у вас готов там соус или суп или еще что-то, или вы хотите сделать из теплого молока или какао, например, какой-нибудь коктейль, который будет плюсом, да, с точки зрения витаминов и всего прочего. А в нашем случае это, как говорится, мужская сила, то добавляем его уже в слегка остывший соус, коктейль или в кружку. Она, во-первых, кислая, и, соответственно, я вот уже запах кислый чувств, у меня аж слюна выделяется. Все, чтобы у нас ничего не пропадало. Все, готово. Ну что ж, самая важная часть любого ролика это попробовать. Ну, то, что вы такого не ели никогда, вот я вам гарантирую. Ммм. Вот когда кинула чуть-чуть не довариваешь, вкус такой прям вкусный. Тектура неожиданная. Хотя вот черная кинула вроде 10 минут варилась, немножко плотнее. Я вот недавно белую варил. Она через 10 минут очень хорошая становится. 20 минут много для нее. Ну, это минут 12 надо варить. блюдо потрясающее. Не зря это все называют суперфудом, потому что теоретический. Вот представьте себе, что если есть все время суперфуд, то можно стать кем? Правильно. Супер человеком. Суперменом. или супервуменом. Все шутки шутками, но дело в том, что если вы все-таки немножечко следите за своим рационом, то это обеспечивает вам нормальную работу желудка на год, два, три, а то может и на 10 вперед. Конечно, мы все по молодости лет фигачим все подряд в себя, не разбирая ничего. Потом начинаем тратить баблишки куда? На докторов и на таблеточки. В общем, вам решать, вам выбирать. Все ссылочки внизу в описании на магазин продукты 22 века, на всякие вот эти ништячки. Вот. А для меня это был эксперимент прикольный. Я сделал совершенно удивительное. Для себя даже открыл перуанское блюдо, ну, оно реально вкусное. Поэтому я с вами прощаюсь и в следующий раз замутим что-нибудь еще прикольное. Пока.